Представленные на выставке работы создавались на протяжении 15-20 лет. В основном эти работы написаны экстерьер. Поездки, Крыму, Светогорск, по Донецку, окраины особенно, Мариуполь. Там же у меня были высокоперсональные, проходили после уже. Пишу обычно на пленэрлю, люблю с натуры писать. Цветы, естественно, приходится дома писать. Особенно те букеты, которые мне дарят, я обязательно стараюсь их написать. Самое главное для Раисы Карпачёвой – это первое впечатление. Если в дороге ей понравилось какое-то место, она обязательно должна его запечатлеть. Дома где-то откорректируешь, день-два смотришь, так откорректируешь только. Но первое впечатление – это самое важное для меня. Написать с натуры, я настолько удивлена, если вновь вижу этот пейзаж, я настолько удивлена им, как-то внутренне даже я не замечаю, потому что я написала и думаю, надо же, я написала то, чего я и не ожидала от себя. Потому что особое состояние испытываешь, когда пишешь с натуры. Раиса Карпачёва окончила пятилетнее художественное училище в Ростове-на-Дону. После этого художница вернулась на родину, два года работала в изо-студии, преподавала в школе. Потом уже в союз художников начала готовиться, писала, работала. Выставлялась на областных выставках в музее, у нас были часто выставки областные. Потом уже всерьез делась писать, чтобы подготовиться к выставкам всеукраинским. Сразу же мои работы принимали выставком, принимала на всеукраинские выставки, которые потом по всей Украине, в городах участвовали мои работы, в экспозиции были. Несмотря на многочисленные пейзажные работы, Раиса Карпачёва втайне считает себя портретистом. Я иногда писала портреты, которые мне заказывали, микроскопическая фотография. Пару раз у меня такие были случаи, и я пишу портрет, думаю, как же я справлюсь с этой фотографией. А в основном заказы были тайные, как будто мы этому человеку хотим подарить его портрет. Вы его не должны видеть вообще. И я пишу этот портрет дважды. Одного я капитана корабля писала даже. Всю форму изобразила его, нашла в книгах эту форму морскую. Я написала этот портрет. И через два года этот человек пришел ко мне, назначил встречу, пришли вот с этими людьми. Он меня так благодарил, говорит, как вы могли мою душу прочитать? Художница считает, что если ей удается читать глубину души, иногда даже мысли изображаемого человека, то она является истинным портретистом. Вот такие. Поэтому портрет для меня это очень любимая вещь. Но портрет не так часто пишешь. И у меня написано часто родственников, я пишу свои автопортреты, очень много. С самого начала еще портреты делала, так как упражнение. Вот пишешь портрет в зеркало, и ты, уже вот тебе натура, всегда при тебе. Я писала портреты. А потом уже пошли пейзажи, особенно цветы мне нравятся писать очень. Я люблю писать донецкие цветы. Рейса Карпачева очень любит писать небо, открытое пространство, горизонты, освещенные солнцем облака. Вот когда я пишу, я обычно не думаю о зрителе, потому что я сама в себе, я о природе, я восторгаюсь тем, что я вижу. Я не задумываюсь, потому что это не специально делается, а это пишешь. Я удивляюсь, что вот природа вот так создала человека, природа создала ощущения эти все наши. И поэтому вот результат меня удивляет. Вдруг на холсте изображено, оно запечатлелось навсегда. И мне это очень приятно, удивительно всегда. Всматриваясь в работы художницы, создается впечатление, что именно солнцем и теплом пронизаны все ее работы. Зеленеет, голубеет, желтеет разноцветием природа на полотнах замечательной донецкой художницы. Женское начало в ее картинах удивительным образом сочетается с широтой взгляда на мир настоящего пейзажиста, экспрессией и твердой рукой художника. Кира Думская, Александр Пугачев, Первый муниципальный. Субтитры создавал DimaTorzok